6 ноября по американскому времени, 7 ноября по европейскому, мы с вами, надеюсь, станем свидетелями рождения еще одного абсолютного чемпиона мира по боксу на сей раз во втором среднем весе, ибо на ринг выйдут мексиканец Канело Сауль Альварес и американец Калип Плант. И это прогноз на их бой. Вы смотрите пробок с Вадимом Гриннихом, усаживайтесь поудобнее, мы начинаем. Поехали! Кто не смотрел мой разбор на Калипо Планта, рекомендую ознакомиться с ним по вот этой ссылке, я же хочу этим видео подвести итог под тем видео и сделать окончательный прогноз на бой. Итак, давайте для начала с вами определимся с ролями боксеров в этом бою. Но я думаю, ни для кого не открою Америку, если скажу, что Сауль Канело Альварес в этом бою будет работать агрессивным первым номером, а Калип Плант вторым. Почему так? Потому что Сауль более у нас низкорослый, у него меньше размах рук, и ему, соответственно, для того, чтобы донести свой удар, нужно будет подойти. Калип Плант, естественно, потому что он более рослый, у него больше размах рук, ему, соответственно, нужно будет держать для себя комфортную дистанцию. За счет чего можно удерживать комфортную для себя дистанцию в ринге? Во-первых, за счет двух способов. Первый, это постоянное движение по рингу. Если мы посмотрим недавно вышедший на канале, на YouTube-канале Showtime ролик All Access, да, что переводится как полный доступ к этому бою, да, Сауль Канело Альварес с Калип Плант, то там были кадры с тренировки Калипа Плант с Андре Уордом, и от Андре Уорда прозвучали следующие слова. Смотрите ролик. То есть, насколько я понимаю, Уорд с Плантом собирается предложить Альваресу активное движение по рингу на протяжении всех 12 раундов. Это довольно-таки эффективная стратегия против Альвареса. Но что на это сможет предложить Альварес, я расскажу чуть дальше. Второй момент, за счет чего можно постоянно контролировать дистанцию, и он у Калипа Плант получается довольно-таки неплохо. Это постоянный джеб. Если вспомнить тот же бой Геннадия Головкина против Сауля Альвареса, то там, я имею ввиду первый бой, то там Геннадий работал очень активно джебом весь поединок, и этот джеб постоянно тревожил Альвареса. С одной стороны, да, джеб может быть эффективной стратегией. Если вспомнить бой того же Сергея Ковалева против Альвареса, то Сергею тоже длительное время удавалось Альвареса сдерживать на дистанции только за счет джеба. Но Альварес даже по сравнению с боем с Сергеем Ковалевым уже значительно улучшился. И если вспомнить тот же бой Альвареса со Смитом, то там у Смита вообще ничего не получилось сделать этим джебом. А Смит, в принципе, неплохой джебист, да, у него хорошо поставленные прямые удары имеются ввиду. И мы подходим плавно к тому, что Альварес может сделать, да, что он ответит, чем он ответит на вот эти вот действия. Во-первых, у него постоянно такая активная защита, да, то есть он постоянно, у него руки находятся в движении, пока он находит, подходит, да, к сопернику. Голова постоянно смещается. И у него много различных обманок. Если вот мы возьмем другую, да, боксерскую аксиому, что боксер у нас чаще всего устает от двух вещей. Первое это, ну, психология, да, то есть когда ты не можешь нащупать цель, то есть ты промахиваешься и на тебе это сказывается. Ну, потому что ты тратишь много сил просто в пустоту. И второй момент это пропущенные удары. Так вот, у Альвареса в чем вся соль заключается? Если вот посмотреть тот же самый бой со Смитом, да, почему как бы у него ничего вообще не пошло? Потому что он постоянно промахивался, он не мог нащупать цель. Он постоянно промахивался своими сильнейшими ударами. И это его, ну, просто как бы психологически ввело в ступор, да, и он начал проседать по функционалу. И плюс второй момент. Альварес начал доносить свои сильнейшие удары. Начал там отбивать корпус, да, руки отсушивать и так далее. То есть это вот именно то, что Альварес предложит Калибу Планту взамен его движения и джебов. То есть он будет постоянно отсекать его от пространства, постоянно двигать головой, да, не давать по себе попасть. И вот здесь вот будет очень важно, насколько Калиб Плант сможет к этому стилю адаптироваться, да, и держаться до самого конца. Я думаю, что первые раунды будут очень конкурентными. То есть будут попадания как с одной, так и с другой стороны. Но после второй половины, как только Калиб начнет проседать, а он начнет проседать из-за активной работы Альвареса по корпусу, у него начнутся проблемы. И я думаю, что есть очень большая вероятность, я ее оцениваю где-то примерно в 65%, что бой завершится досрочно, досрочной победой Альвареса. Если же каким-то чудом Калиб Плант достоит до финального гонга, то он проиграет этот бой по очкам. И мы с вами подходим ко второму отрезку, точнее циклу, да, такого небольшому фрагменту этого ролика, скажем так. В чем он заключается? Есть ли у Калиба Планта шансы выиграть этот бой по очкам? Есть. Если он будет доминировать в бою так же, как в свое время доминировал Александр Усик против Мурата Гасева, и так же, как Сергей Ковалев в бою против Бернарда Хопкинса. То есть, не проиграет ни одного раунда, то есть, не досудим вообще себя никаким образом засудить. Это один момент. Второй момент. Не будем забывать, что бой проходит, если мне память не изменяет, в Лас-Вегасе. Поправьте меня, если я не прав. Это в очина Альвареса. Именно там Альварес отобрал пояса у Геннадия Головкина. В очень таком равном втором бою, где, в принципе, можно было спокойно отдавать победу Геннадию, но ее отдали Альваресу. И, ну, Лас-Вегас, да, там очень большая такая мексиканская диаспора проживает. Вполне возможно, что и мафия есть. И я думаю, что если бой будет выигран Альваресом на Тоненького, или даже проигран на Тоненького, то все равно победу отдадут ему, и пояса, ну, все четыре пояса уйдут ему. Если вспомнить даже вот недавно нашумевший бой Чарла против аргентинца Брайана Кастания, то там в выигранном абсолютном бою, да, победу Кастания не отдали. И, ну, вот вы сами понимаете, да, насколько бокс такой коррумпированный вид спорта. Плюс не будем забывать все-таки рыночную стоимость Альвареса. Он в разы популярнее, чем Калип Плант. Его не нужно раскручивать, в его раскрутку не нужно вкладывать деньги. Он уже сейчас собирает на Pay Per View огромную кассу, приносит огромные доходы. И, естественно, им будет выгодно, я имею в виду организаторам этого боя, телесетям, будет выгодно, чтобы Альварес победил в этом бою. Потому что дальше уже будут другие поединки, да, с другими бойцами. Вполне возможно, что Альварес попытается взять еще одну для себя весовую категорию. Я имею в виду, что стать там тоже абсолютным чемпионом, да, сразиться с Дмитрием Биволом, с Артуром Бетербиевым и так далее. Вот, ну а что думаете вы? Пишите свое мнение в комментариях, как вы думаете, кто победит в этом бою? Альварес или же Плант? Ну, а у меня на сегодня все. Спасибо, что посмотрели мой прогноз. До скорой встречи. Пока.